Да, я был сейчас в ресторане Моргерштерна, вы видели, да, в кайфе, мне очень сильно зашло. Третий день, как я в Москве. Как я выгляжу голый и в очках? Сейчас надо в маечку надеть. И тут я в майке. Итак, у нас начался новый проект игры силы воли. Сейчас буду людей худеть, чтобы они были красивые, молодые и стройные. И задачей сейчас будет провести Zoom. После Zoom мы поедем на презентацию. С ребятами договорились в офисе встретиться. Там будет презентация новых продуктов у нас от компании. Будет новая косметика. Косметика топовая, реально просто люди в восторге от уровня, от качества этой косметики. Я видел уже какие-то обзоры. Жена у меня пробовала, выкладывала и говорила о том, что это реально очень сильно круто, что все писнут. Поэтому сегодня будет обзор косметики. Потом задача будет погулять по Москве. Сделать стельки себе беговые, потому что последний раз я их делал 3 года назад, а колено начало болеть. Но сейчас вроде, кстати, хорошо с коленом. Кстати, прям реально хорошо. Я начал пить наш флекс по 4 капсулы в день, утром и 4 вечером. И колено прошло. Ничего другого, как коллагенный флекс, реально. Сделаю стельки все же, чтобы не нагружались колени. Потому что фиг его знает, когда я еще буду в Москве, вот так, чтобы был свободен. Ну и все, и погуляю по Москве. А завтра в Пензу. Прибыл сейчас на презентацию, но народу настолько сильно много, что встать негде. Сложновато послушать, потому что там в помещении очень сильно душно. Поэтому сейчас дождусь, когда все закончится, и потом все покажу. Так, закончилась презентация у нас. Мне очень сильно не нравится, что на всех влогах я говорю слово так. Говорю это очень часто и постоянно. У меня все мои фразы начинаются со слова так. И я на месте. Ну, в общем, тогда будем так говорить. Закончилась у нас уже презентация. Я взял себе даже продукт. Ну, а сейчас его попробую. Мне прям самому интересно реально узнать. Потому что в целом я люблю косметику. И люблю ощущения, которые после нее ты испытываешь. Сейчас сойду на примерку стелек, про что я говорил. Покажу вам, как это происходит. Это очень интересный процесс, кстати. Я раньше не придавал там никакого значения. А сейчас я хожу только в ортопедических стельках. И вот здесь в Москве есть одно место. Это не реклама. И пока у меня в влоге еще нет никакой рекламы. Здесь в Крылатском есть место, где делают офигительные стельки прям под твои ноги. А мы их сейчас вот эти расплавим. Да? И заново сделаем. Сейчас посмотрим, либо целиком, либо частично. Потому что если целиком их плавить, они, в принципе, да, рассчитаны на то, что их можно полностью переформовать. Вот. Но если это сделать, в них снижается ресурс, скажем так. Впервые в моей жизни еду в такси. И таксист остановил ДПСник за нарушение правил дорожного движения. Там слегка он нарушил. Ну, реально не критично. Просто придрался. Сижу в машине, теперь жду. Они пошли в будочку. Я в такси. Без водителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я был сейчас в ресторане Моргерштерна, вы видели, да, в кайфе. Мне очень сильно зашло. То, что он там сделал, не могу сказать, что это какой-то прям вау, ну то есть просто что-то невероятное, но очень сильно приятная атмосфера, хорошо и вкусно, и я могу заведение оценить по бургеру, потому что я ведь фанат бургеров, и мне понравилось. Кайф, вкусно, реально. И нахлынули у меня идеи поговорить с вами про амбиции. То, что люди себя сильно ограничивают. Много анализировал, увидел большое количество разных людей в моей жизни, которые, вот одна часть людей, это люди, которые сильно ограничивали свои мечты. Ну то есть они мечтали зарабатывать, например, 500 тысяч рублей. Или они мечтали открыть, например, небольшой бизнес где-нибудь в Пензе, или еще и хуже, в Пензенской области, в каком-нибудь, может быть, небольшом городке, какой-то бизнес, может быть, даже прям небольшой, семейный, маленький. И это было грань их мечт. Это было то, что... Я не могу сказать, что я какой-то, знаете, типа особенный, у меня какие-то невероятные мечты, но они у меня достаточно большие, грандиозные, и это двигает. Понимаете? То есть у меня никогда не было идеи зайти, например, в Forbes, потому что это очень сильно далеко. И да, я пока не расколхозил свой мозг таким образом, чтобы, знаете, разрешить себе зайти в Forbes. Но в целом, в целом, я уже подготовил свое сознание к тому, чтобы зарабатывать, например, 10 миллионов рублей в месяц. Я четко понимаю, как я с этими деньгами проживу, на что я буду эти деньги тратить и как ими распоряжаться. Я давно это подготовил в своей главе и понимаю, что очень много людей именно как раз ограничивают себя своими мечтами. И я бы хотел здесь сказать про то, что нужно мечтать. Нужно на самом деле мечтать. Нужно двигаться дальше. То есть я сейчас живу вместе всей семьей в Пензе. Это небольшой городок. И да, я когда бываю в Москве, я каждый раз думаю о том, что нужно валить из Пензы. Но не в Москву. Москва тяжелый для меня город. Я, кстати, в этот раз ощутил некое давление энергетическое. Я впервые так долго в Москве, чтобы я прям гулял. И я ощутил такое некое энергетическое давление, знаете, от социума, что сюда все приезжают захватывать этот мир. Они готовы рвать и метать все на себе, рвать одежду и, знаете, достигать своих мечт. Чувствую очень много каких-то обиженных, разозленных на эту жизнь людей, озлобленных, которых не получилось. И они из-за этого негодуют. Эта энергетика, она в воздухе прям веет. Я думаю насчет Казани. Знаете, мысли такие бывают, что может быть Казань, Питер, но холодновато. Нет, Питер я точно не готов. Но точно Россия. Ну, в общем, смысл здесь этого видео в том, что если вдруг у вас так получается, что вы ставите себе действительно маленькие цели. Я видел много блогеров, на кого я подписан и кем я восхищаюсь. И я часто вижу их рост, который очень плотно завязан на фантастические амбиции. То есть, когда ты, например, ставишь себе задачу сняться в кино. Можно поставить себе задачу сняться в кино в твоем городе. Можно поставить себе задачу сняться в коротметражке. Можно поставить себе задачу сняться в кино, которое покажут на российском телевидении, и это будет российский фильм. А можно сняться захотеть в Голливуде, понимаете? Вот что такое амбиции. Можно поставить себе задачу, например, закрыть какую-то квалификацию, вот, например, то же самое НЛ, ну, типа квалификацию ДС, стать топ-лидером, да, хорошо. А можно поставить себе задачу закрыть ДТ или ДТ-5? А можно поставить себе задачу зайти в КМ-5? Понимаете? То есть вопрос в ваших амбициях. И когда у вас эти амбиции раскачаны, и когда вы ставите себе действительно большую задачу, это вас и двигает нормально.